Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Представители страновых элит противодействуют проекту «Сфера» или нет? Кто является типичным представителем вашей целевой аудитории? Выпускники «Сферы» — это чья кадровая база? Глобального предиктора или сил, имеющих другие цели? Каков риск того, что в результате своей деятельности вы обнаружите, что движетесь тропой глобального предиктора? Ну вот, я думаю, что мы ответим на эти вопросы, и передача уже закончена. Так что, друзья, расслабьтесь, больше вопросов, я так чувствую, мы уже принимать не будем. Ну да, Владимир превзошел всех. Владимир серьезно позадавал вопросы, которые, собственно говоря, уже можно на них отвечать, и действительно. Спасибо, Владимир, очень хорошие вопросы. Начнем с первого. Как часто удается обнаружить сообщения глобального предиктора в средствах массовой информации? Ну, мы занимаемся этим уже около 10 лет, и определенный опыт у нас есть. И я могу сказать, что мы следим за всей аналитикой, которая на сегодняшний день присутствует и в социальных сетях, и на остальных ресурсах. Действительно, народ не совсем понимает средства массовой информации для того, чтобы сообщения глобального предиктора средств массовой информации, для того, чтобы часто их обнаружить. Для этого надо определенный опыт, и для этого необходимо понимать взаимодействие между процессами, и самое главное, наверное, принципы глобального управления. Потому что явление глобального предиктора, это явление, оно пересекается, ну они же занимают должность, глобальная предикция, эта должность назначена от мироздания. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что мироздание не находит более опытных управленцев, несмотря на их гадости, все, которые они делают, не находит более опытных управленцев, чтобы заменить глобального предиктора. Поэтому он, конечно, всячески кодирует эти сообщения. И вот, если помните, был ураган в Москве, господи, какого числа, 29-го, по-моему, да, 30-го мая, когда погибло сначала сообщали 11 человек, потом упала пирамида голода. Мы завтра снимем разведданные на эту тему, поэтому пока я не буду оглашать. Но, тем не менее, это событие вписано в матрицу для того, чтобы вогнать Россию в сценарий 2018 года, либо революции, либо финансового краха. Но поскольку 98-й финансовый кризис в 98-м году, он, прямо в Википедии написано, что в какой-то степени повлияло на эти процессы пирамиды финансовые, которые были построены, а в 2017 году эта пирамида, правда, голода, но неважно, она рухнула. То есть мы смеем утверждать, что глобальный предиктор, скорее всего, будет каким-то образом влиять на события в России через курс, условно, единицы, то есть доллара. Тот, кто эту пирамиду строил, я имею в виду финансовую, тот и будет влиять. Нам удается обнаружить сообщение глобального предиктора часто. Мы много его видим в сообщении. Вот вопрос в том, как мы можем это увязать, с чем. Здесь, конечно, приходится очень много работать и обрабатывать большой объем информации, для того, чтобы связать какое-то сообщение с какой-то ниткой. Потому что может быть много ошибок, поскольку мы люди публичные, может быть какая-то ответственность. Поэтому мы очень тщательно подходим к выбору информации. И если мы обнаруживаем какую-либо не очень хорошую матрицу, мы ее либо не оглашаем, либо декодируем. Я сейчас чуть попозже объясню, как мы это делаем. Какие средства массовой информации наиболее насыщенными этими сообщениями? Ну, как правило, это средства... Сейчас вообще вот такая тенденция сформировалась, что очень много управлений фейками. И вы знаете, Владимир, что Министерство обороны Российской Федерации тоже создало информационные войска, которые очень ловко, умело управляют фейками. И мы их находим, мы их видим. Ребята молодцы, очень хорошо у них получается на сегодняшний день управлять, манипулировать. Прежде всего, конечно, и на события в психике американского народа, на события в психиках европейского народа. Но тем не менее, если бы человек разбирался, ну, к примеру, достаточно общую теорию управления знал, он бы выявлял эти вещи, и для него там они не были бы критичны. Мы это видим, работают они очень давно уже, но если определить какие-то средства массовой информации, то, на мой взгляд, самое интересное, это Associated Press, Swiss Info, швейцарский сайт. Там редкие сообщения, но они именно концептуальны. То есть, ну, в принципе, я мониторю ежедневно порядка 30 новостных изданий. То есть, у меня вот постоянно приходят какие-то видео, я везде подписан, поэтому сложно так сказать, именно какое издание является распространителем непосредственной информации глобального предиктора. Если бы так было все просто, то тогда бы мы давно бы уже это явление выразили и нашли бы и обнаружили бы явление глобального предиктора. На сегодняшний день для многих это еще остается сказкой по причине беструктурного управления и очень качественного управления. Поэтому много средств массовой информации, но, как правило, в большей степени это все-таки, конечно, Swiss Info, Associated Press. Ну, а так, знаковых, конечно, много. Кинематограф используют для передачи сообщений или он слишком медленный? Смотрите, Владимир, кинематограф используют для... Да, он слишком медленный для передачи сообщений. Его используют для прогностики, для прогнозирования событий. Вы знаете, что Матрицу в Америке накачали катастрофами за последние блокбастеры. А вот России позволяли, вот это очень интересная информация, которую можно, наверное, сказать, России позволяли обходить все запреты на авторские права и смотреть видеофильмы первыми. Вы это тоже помните, да? То есть в народ отправляли, допустим, вышел какой-то фильм. В Америке там все жестко. Он там обязательно выходит в какую-то дату через кинотеатр и так далее. У нас он появлялся в сети уже очень сразу, и все наши журналисты и наши актеры все жаловались, что у нас невозможно зарабатывать на кинематографе и так далее. А ведь это на самом деле и есть явление глобального предиктора, который в народ выпускал ту Матрицу, которая меняла этот народ быстрее, чем какой-либо другой народ на планете. То есть Европа ждала премьеры в кинотеатре, США ждала премьеры в кинотеатре, а русские уже спокойненько пиратский фильм смотрели. И, собственно говоря, в Матрицу в психике на бессознательных уровнях попадала эта управленческая информация, которая кодировалась глобальным предиктором на процессы, происходящие в мире. Фильмов знаковых много, у нас тоже очень много анализов этих фильмов. Дело в том, что не все их можно публиковать, но тем не менее, скорее глобальный предиктор делает прогностику через кинематограф. Какова смысловая составляющая этих сообщений? Это команды старт, либо стоп для каких-то процессов или предупреждения, или указания по выбору решения. Несомненно, все то, что вы перечислили, оно в зависимости от управленческих воздействий. Конечно, вот допустим, помните, буквально когда мы начинали разведданные, глобальный предиктор пугал ежедневно тем, что взорвется Йеллоу-Стоун. То есть, таким образом он влиял на клан Клинтонов, которые не должны были попасть во власть. Совсем недавно были сообщения, что вот-вот взорвется, вернее, рухнет калифорнийская плотина, которая смоет пол Калифорнии. В том числе тоже это влияние на политику Трампа. То есть, скорее, вот глобальный предиктор, скорее, тоже общается фейками, потому что само явление глобальная предикция не позволяет им вот крушить и ломать все направо и налево. Поэтому, несомненно, и старт в их команде есть, и стоп, и для каких-то процессов и предупреждения, и указания, и так далее. Вот мы завтра запишем разведданные, посмотрите, там тоже есть хорошие примеры того, что вы спрашиваете и по урагану, и по мальчику, которого застрелили 22 пули в США, вот буквально, по-моему, 7 июня перед днем России. Сообщения анонимные или за ними стоят конкретные публичные физические лица? Смотрите, скорее стоят физические лица, но в том числе выявить их, ну то есть стоит, допустим, какая-то редакция, которая опубликовала это сообщение. Выявить, кто там его опубликовал, практически невозможно. Я все время шучу со своими коллегами, как проверить, разлила ли British Petroleum нефть в заливе, которая повлияла на течение Гольфстрима. Вот как это проверить для того, чтобы ссылаться на эту информацию? Мы там не были, мы не спускались вниз с аквалангами, мы не проверяли, где это вообще было, стоит ли там эта вышка. Нам просто сообщили, и мы там очень убедительно в это поверили, потому что очень сказка страшная, а психика привучена на страх реагировать быстрее, чем на какие-то образовательные проекты. И, допустим, те же разведданные это подтверждают. К примеру, если просто образовательный ролик, который для психики в сотни, в тысячи раз полезнее, чем, допустим, даже разведданные, но тем не менее, мы собираем, например, 90 тысяч просмотров, а ролик, допустим, достаточно общей теорией управления набирает 3 тысячи просмотров. Это о чем говорит? Что психика научена элитами воспринимать больше всякие события, которые являются эмоциональным фоном. Поэтому, конечно, мы пошли в том числе хитростью и очень не хотим смотивировать молодое население, молодежь заниматься саморазвитием. Для нас это очень важно. Поэтому сообщения и анонимные, стоят за ними физические лица, и можно привести примеры, если хотите, напишите мне в личное, я вам сброшу. Удавалось ли декодировать сообщение глобального предиктора? Я завтра буду делать объявление, мы открываем аналитическую группу, она у нас уже работает, у нас уже есть пару аналитических разборов, достаточно серьезных по ресурсу золото-нефть, по египетским событиям. Мы пытаемся это делать, насколько у нас это получается, конечно же, понять сложно, потому что мы не знаем, не видели в лицо глобального предиктора, не понимаем, можно ли повлиять на него, на его управленческие процессы, либо нет. Ну, конечно, в какой-то мере можно, но, тем не менее, сдвинуть их невозможно, декодировать их можно. Но для этого надо иметь определенный ресурс и в средствах массовой информации, и определенную, скажем так, поддержку населения и так далее. Ну, мы этим занимаемся, но очень аккуратно и постепенно, для того, чтобы не было никаких каких-то проблем. Как российские спецслужбы относятся к вашей деятельности по декодировке сообщений ГП? Ну, мы еще не сталкивались ни разу со спецслужбами, и я думаю, что нормально относятся. В принципе, никаких проблем пока не было. Представители страновых элит противодействуют проекту Сфера. Но мы еще не выросли в такой прям большой проект, чтобы влиять как-то на систему образования, хотя, конечно же, несомненно, и есть элементы воздействия у других наших коллег, которые занимаются процессами, которые меняют психику. Мы пока еще не сталкивались со страновыми элитами по... Ну, а чему тут противодействовать? То есть, вот, допустим, мы же не класс с университетом, с лицензией, либо там еще с чем-то. Мы всего лишь группа людей, которые выявили потребность в том, что необходимо человеку начать заниматься саморазвитием, и мы мотивируем всяческими образами, методами это делать. И вы дома, допустим, берете книжку, по которой мы занимаемся, вы занимаетесь, и мы с вами в онлайн встречаем. Ну, даже если они закроют проект Сфера. Главное, чтобы вы, молодежь и люди, которые проявили к этому интерес, продолжали это делать. Это самое главное. Это вообще важнее, чем любая говорящая голова, которая на сегодняшний день выступает. То есть, я всегда говорил, что проект, допустим, даже разведданные, это исключительно мотивация системы образования. Вот, и всегда буду это повторять. Для меня результатом будет, когда проект Сфера выпустит 5000 управленцев на протяжении 10 или 15 лет. И эти 5000 управленцев организуют у себя еще какие-то курсы, и будут каждые две недели собирать молодежь и образовывать ее, и рассказывать про процессы, происходящие в мироздании, рассказывать про глобальное управление, изучать науки. И дай бог, страна наша изменится, потому что на сегодняшний день кадровый дефицит, который присутствует в обществе, он, конечно, колоссален. И, собственно говоря, и спецслужбы в том числе. Вы обратите внимание, вспомните, Гелендвагены. Это что за ФСБ такое? Это, по-моему, конкретные страновые западные представители, а не ФСБ. Естественно, да и Валерий Викторович Пякин по этому поводу уже тоже высказывался, вы можете найти эту информацию. Мы абсолютно так же понимаем эти процессы. Поэтому и ФСБ заинтересовано в том, чтобы общество развивалось, несомненно. Но только делать это надо, конечно, аккуратно, без лишнего выпендрежь и так далее. Кто является типичным представителем вашей целевой аудитории? Очень удивительно. Но у нас на самом деле есть и молодежь от 15 лет, и действительно пожилые люди, которые не потеряли интерес к жизни, которые понимают, что в обществе происходят процессы неправильные. Действительно, они приходят и приезжают, и стараются привлечь своих внуков, и своих детей. И молодцы, замечательные вообще люди. И я вообще, честно говоря, до сих пор поражаюсь этому русскому пытливому уму. Вот людям по 80, по 75 лет они приходят на лекции с конспектами, занимаются. На фоне молодежи они смотрятся просто... Очень хороший пример подают. Поэтому у нас нет конкретно типичного представителя. Еще когда-то, совсем недавно, занимались вообще концепцией... Знаете, такое слово есть, маргинал. То есть человек, который нигде не состоялся, его система отовсюду выгнала, всяческим образом его убрала со всех процессов, и он за безысходность начал искать себя в каких-то других течениях. И вот он приходил там, к примеру, заниматься концепцией общественной безопасности для того, чтобы понять, как устроен мир, как устроено мироздание. Он это понимал, и применить он это нигде не мог. На сегодняшний день уже совсем все по-другому. Общество действительно находит в этом большой интерес, оно понимает, что достаточно общая теория управления – это тот продукт, которого не хватает в обществе. И сегодня можно смело сказать, что к 2035-му, к 2037-му году достаточно общая теория управления выйдет на государственный уровень. То есть ей будет пользоваться чиновник от рядового до уровня глобального, до уровня управления страной. Это 100%. Потому что, в принципе, ни одной эффективной методики управления на сегодняшний день не существует. Как бы это может быть, я не люблю слово вот прям, ни одной, одна, только, единственная. Понятное дело, что, конечно, есть и теория суперсистем, но нашим чиновникам, если вы знакомы и общались с ними, наверное, теория суперсистем вообще будет очень сложная. И, к сожалению, возможно, где-то в Москве, либо в Питере такие чиновники есть, которые понимают теорию суперсистем и могут по ней там учиться и понимать происходящий процесс. Поэтому достаточно общая теория управления, она, по сути дела, без вариантов, сегодня выигрывает у любой методики, которая внедрена в управление. Выпускники из сферы – это чья кадровая база? Глобального предиктора или сил, имеющих другие цели? Очень хороший вопрос. Вот на сегодняшний день мы можем смело сказать, что достаточно общая теория управления несет светлый образ. И некоторые люди не понимают, почему, если мы вот несем светлый образ, мы, допустим, очень много говорим о глобальном предикторе, о их управлении, о роли их управления. Ответ очень простой. То есть если мы явление это не изучим, если мы его не поймем, то мы никогда не сможем претендовать на какую-либо власть от Творца и Вседержителя, либо на какие-либо знания. Потому что если мы будем всячески открещиваться от явления глобальной предикции и не будем его знать, понимать изнутри и изучать, то, собственно говоря, ничего дельного и путного не получится. Поэтому мы должны его, древнеегипетское свечество, явление глобальной предикции, изучить, понять, для того, чтобы он стал для нас предсказуемым. А дальше мы уже можем говорить о том, что наши люди просто-напросто войдут и начнут строить жизнь по справедливости. Как говорил Алексей, на благо нашей страны, на благо России, справедливый образ жизни и так далее. Каков риск того, что в результате своей деятельности вы обнаружите, что движетесь тропой глобального предиктора? Никакого абсолютно здесь страха нет. Мы показываем всему нашему обществу движение глобального предиктора. Но, собственно говоря, цели мы эти не поддерживаем. И на что надо тут обратить внимание? Дело в том, что основное управление жречества происходит в бессознательных уровнях психики. И тут смело можно сказать, вот знали ли мы на протяжении 10 тысяч лет такое явление, как глобальный предиктор? Нет, не знали. Но, тем не менее, это же не мешало ему очень качественно управлять, манипулировать, творить войны, сокращать население и так далее, и тому подобное. Оставить элиты, давать городам преференции, убирать их, страны создавать, разрушать. Нет, не мешало. Он это делал спокойно, без всяких проблем. Собственно говоря, и сейчас глобальный предиктор на бессознательных уровнях психики работает и внедряет свои матрицы. Мы же их оглашаем просто. Мы говорим, ребят, смотрите, вот это событие с ураганом, оно связано для того-то, того-то и того-то. Если вы его выявили на уровень сознания, то вы тогда обнаружили эту матрицу. И часть этих событий, они уже в любом случае не сбудутся. Если же она происходит в бессознательных уровнях психики, то вы как бы с ней соглашаетесь. То есть вы ее не замечаете. И для мироздания реакции на ваше плохо либо хорошо, кризис в России в 2018 году, вы не реагируете на это. И мироздание, ну, не реагируйте, не реагируйте, хорошо. Все, кризис, значит, пусть будет все так, как идет. Если же мы оглашаем и выставляем это все дело на показ, к примеру, на аудиторию на России, и нас смотрят хотя бы там 100 тысяч человек, то мы уже запускаем некое информационное воздействие на явление, которое внедряет глобальный предикт. Поэтому тропой его мы никак не пойдем. Мы совсем других задач придержимся. Наша самая главная задача – это система образования. Нам надо спровоцировать саморазвитие общества. Нам надо разбудить большую часть молодежи, для того, чтобы оно взяло большие толстые книжки и начало изучать теорию управления. И чем интереснее мы будем эту мотивацию предлагать, тем лучше. Я уже это понял. Алексей? Да, хорошо. Такой мини-доклад по вопросам из чата Народного Славянского радио. Но в чате Народного Славянского радио не только вопросы задают, не только реплики в эфир, но и просто комментируют некоторые слова. Вот, например, были такие вопросы. А что означает слово «предиктор» вообще? И вот Солнце написало. Вот в интернете нашла «предиктор» от английского. «Предиктор», «предсказатель», «прогностический параметр», «средство прогнозирования». Термин употребляется в разных областях. Вот такое значение Солнце нашла для того, чтобы обозначить это слово. Что ты скажешь? «Предиктор» вообще, в твоем понимании, это что или кто? Ну, я думаю, что здесь, наверное, лучше обратиться к Викикоп, и там все доступно написано, и чтобы терминологию там особо сейчас не зачитывать, и глобальная предикция, и глобальный предиктор. Кто это такие? Что это за явление? Это человек может изучить сам. Я бы вот хотел еще пройтись по вопросам. Ну, мы пройдемся по вопросам. Просто меня просят иногда как-то пообщаться вживую, а то говорят, вопросы-вопросы, это скучно, давайте поговорить о чем-нибудь между собой. Если не возражаешь, еще несколько вопросов тебе задам так. Вот ты упомянул слово «жречество». Тоже я слышал о «жречестве» в различных вариантах. Что ты имеешь в виду, под словом «жречество», когда употребляешь его? Значит, в данный момент функции глобального предиктора выполняет древнее египетское жречество. До формирования и направления технологического развития таких глобальных предикторов было много. Ну, то есть это было и индийское жречество, и русское жречество, которое каким-то образом ввело свое население туда, куда надо мироздание. То есть жрец – это человек, который выполнял функции оповещения о мироздании по развитию общества. Он эту информацию получал первый, соответственно, он ее оглашал, и народ как-то действовал по его указаниям и как-то себя вел. Значит, глобальный предиктор – это вот еще, наверное, можно сказать, что такой некий на сегодняшний день общественный институт, который занимается прогностикой. То есть он из процессов мироздания, мониторяя эти процессы, выявляет тенденцию, то есть тренд, и внедряет ее в общество. И таким образом он позволяет себе получать какие-то небольшие преференции. Соответственно, для того, чтобы не получать воздаяние от мироздания, потому что управление не всегда является таким белым и пушистым, то есть приходится им там делать всякие гадости, они подставили некие кадровые базы. Вот их я не вижу смысла перечислять, их очень много. Это и Хаббат, и Ватикан, и страновые элиты Великобритании, и страновые элиты США, и страновые элиты России, Китая. То есть там винегрет, кто куда успел, тот и выиграл. То есть глобальное управление, оно предусмотрено, там предусмотрен люфт. Даже Путин на ПМФ, он говорил, Парижское соглашение, это документ рамочный. Чего это значит? То есть вот если у тебя есть опыт в управлении в глобальном, если ты можешь противостоять страновым элитам, допустим, США, в России, когда ты находишься в оккупации, самое настоящее, если ты умеешь качественно управлять, да, пожалуйста, все, ты, значит, получаешь преференции какие-то, ты получаешь правила управлять, права управлять своим народом, и ты управляешь. Если ты не умеешь, ну хорошо, мы привезем других, англичан и так далее. Глобальный процесс от этого не останавливается, они будут идти своим вообще чередом. Там еще какой-то был вопрос у Солнышка, да? Она нашла уже, что такое предиктор. Ну она нашла предиктор, она просто в чате выложила, чтобы людям дать свое видение, которое она в интернете нашла. Я понял. Дело в том, что очень часто приходится слышать различные трактовки слова «жрец», и одна из них, в общем-то, которая хорошо поясняется, это «жизнь рекущей», некий такой «жизнь рекущей». Так вот, когда мы говорим… Совершенно верно, «жизнь рекущей». Да, и когда мы говорим о каких-то таких «жрецах», которые разрушают жизнь, как-то они, наверное, уже «жрецами»-то, по сути, являться не могут. Это анти-жрецы какие-то. Поэтому, когда я говорю, что вот перехватило «жречество» и стало разрушать общество или управлять для разрушения, у меня в голове это не вяжется как-то. Ну тут очень сложная, очень сложная тонкая грань. Я всегда обычно людям задаю вопросы. То есть, если мы сегодня не можем их назвать «жрецами», да, действительно, то есть управление не такое сладкое, я уже говорил, оно не белое и пушистое, то тогда получается вопрос, что иерофанты смогли обмануть мироздание? Нет, они его обмануть не смогли. Либо они смогли обхитрить вседержительность? Нет, в том числе тоже не смогли. То есть, если бы они это сделать смогли, то тогда бы мы могли констатировать этот факт, что глобальный предиктор обманул мироздание, он его подчинил себе, он им пользуется, поэтому по этой причине они теперь не жрецы, они не выполняют его функции, а теперь мироздание выполняет функции вот этих вот 22-х аэрофантов, которые представляет правоприимственное сопровождение древнеегипетское жречество. Я считаю, допустим, что это нереально. Поэтому мы не будем там спорить, как их лучше называть. Ради бога. Да нет, не спорить, просто как-то хотелось бы... Понимаешь, некоторые говорят, они не жрецы. Ну хорошо, они не жрецы, но это один из самых опытных управленцев за последние несколько тысяч лет на планете Земля, который формировал абсолютно все религии. Он формировал и изменял все этики, все религии. Он поучаствовал в формировании городов. Он проектировал государства. Он проектировал кадровые базы. То есть это такой серьезный общественный институт, состоящий... Ведь иерофант, это же не просто человек, ходящий с посохом по лесу, обросший. Это серьезные ученые, которые обладают концептуальной властью. И если бы они не обладали концептуальной властью, то появилась бы другая группа, которая у них бы это управление забрал. Это понятно, да. Сегодня можно смело утверждать, что древнеегипетское жречество, забирая власть в мире, оно перешло на другой уровень управления. То есть оно сформировало и двинуло к развитию технологический прогресс. Тем самым они смело покорили через систему образования психики всей нашей планеты. И другое жречество, которое контролировало через другие приоритеты свое население, оно просто перестало быть нужным мирозданию. Вот на сегодняшний день глобальный предиктор делает люфт в другую сторону. То есть сдача его опять привести большую часть населения к биологической цивилизации. И он это успешно делает. И мы в разведданных это показываем. И это не наш вымысел. Это статьи прессы. Я сейчас под каждым выпуском разведданных стал публиковать эти ссылки. Пожалуйста, их можно посмотреть. Это не секретная информация. Но это очень интересно. Это глобальная предикция, глобальный предиктор. Это очень интересно. И более всего, естественно, Алексей и все наши слушатели, они боятся того, что человек освободится психологически от рабства. То есть он станет умным, он станет мудрым, он станет понимать процессы происходящего мироздания. Он станет с первых предложений видеть скрытый смысл того, что происходит. И вот тогда таким обществом станет управлять очень сложно. Поэтому глобальный предиктор более всего контролирует не ядерную систему страны, танки, пушки и так далее. Он контролирует систему образования. Для него это гарантия качественного его управления. Да, это понятно. Это мы должны разрушить. Но разрушить это не получится. Потому что, допустим, наш министр образования, она назначена в день 19 августа. А 19 августа, и мы в разведданных этого касались, это день развала. Можете посмотреть, там, по-моему, ГКЧП, да, что-то такое. Это вот как раз-таки кризис. То есть она предназначена, она находится в матрице по мнению глобального управления, которая должна разрушить систему образования. То есть она должна вывести, не разрушить, а вывести на другой уровень, на другие процессы. Наша задача спровоцировать, смотивировать общество заниматься, то есть показать им огрешности системы образования. И в таком вот вопросе, я читаю вопрос, скажите, пожалуйста, что делать, как уйти от клипового сознания и вернуться, воспитать в себе мозаичное мышление. Благодарю. Уважаемый, уважаемый, кто-то сдал, наверное, девушка, да? Видимо, Елена777. Возможно. Необходимо заниматься науками. У нас есть методологическое пособие прозрения, концептуальной самоподготовки прозрения. Пожалуйста, очень интересный материал. На следующий год, с 3 сентября, мы начинаем образование. Присоединяйтесь. Я думаю, что за год, вот я со всеми студентами нашими общаюсь, ни один человек мне не сказал, что ему не понравилось, что он что-то не увидел новое. Все очень довольны. Все по-другому абсолютно стали смотреть на происходящие вопросы. Все стали больше понимать вектор состояния текущего момента. А ведь это очень важно, потому что я смотрю комментарии сейчас. Лже Путин, хороший управленец, сдал страну американцев. Но ведь если мы сегодня изучим вектор состояния среды, то, извините, какую страну передали Путину? В каких условиях он работает? Если посмотреть на сегодняшний день на кадровую базу Кремля, так вокруг одни олиграфические ставленники. Начиная от Медведева, которого сейчас запихивают туда и Кудрина, это и Сурков, и Дворкович. Там, по сути дела, команда, с которой сегодня президент совершает такие опытные управленческие воздействия, она засекречена, ни одной фамилии нет. И я вам могу сказать, почему, уважаемые друзья, ни одной фамилии нет команды президента. Ну да, наверное, можно не говорить, почему. Потому что все пытаются узнать, кто так эффективно управляет, и как повлиять на это управление, чтобы не было такой эффективности. Я почему заговорил-то про слова? Не потому, что там вредничают или что-то еще. Просто, если уж мы говорим по-русски, то русский язык один из немногих, оставших на Земле, который имеет определенные образы. Любое слово оно что-то обозначает. Если кто-то себя называет, например, волком, но при этом он заяц, то сколько волком себя называет, тебя другие волки скушают все равно. И наоборот. Поэтому, если мы говорим про тех, кто жизнь речет, то есть созерцает жизнь, создает жизнь и вещает о жизни, это жрец. Если кто-то разрушает жизнь, это демон. На заборе можно, конечно, что угодно писать, но там окажутся или тапочки, или дрова, или что угодно. Поэтому, когда какие-то термины применяются, особенно русскими словами, то русский язык он образный. И пришло время уже, на мой взгляд, кое-что, не то чтобы пересмотреть, а обдумать и называть вещи с именами, тогда уйдет некая путаница. А ведь в нашем деле необходимо людям доносить информацию более точно, более правильно. И чем точнее будут фразы, чем точнее будут во фразах слова и образы, тем более понятно будет. И мы тогда не будем играть на стороне темных, которые все мутят и называют по-разному, чтобы больше суметься носить. Мы будем тогда действовать так, как нужно. Что же касается предиктора, я с тобой полностью согласен, что предиктор не может противостоять тому, кто это все создавал. Он всего лишь здесь информатор, управленец, предсказатель и так далее, как хотите это называйте. И он также не может повлиять, например, на смену дня и ночи, на смену времени года на Земле и на что-то многое другое. Оно все происходит так, как должно происходить. Вот предиктор всего лишь навсего исполнитель определенных возложенных на него обязанностей. Было время, когда нужно было чуть-чуть ночи добавить. Приходит время, когда свет наступает. И хошь не хошь, ему приходится подстраиваться. Но в этом случае все становится на свои места. Надо было кого-то сдержать в свое время. Сейчас приходит время просветления. Ну вот у меня такой личный вопрос. Скажи, пожалуйста, ведь недостаточно говорить о том, что давайте сделаем всех образованными. Вопрос, в какую сторону образовывать? Есть различные системы образования, различные системы знаний, различные вообще знания, даже и бессистемные, которые кто-то где-то получает. Вот была раньше тенденция воспитывать творцов строителей коммунизма. До этого там еще какая-то была идея. Сейчас идея капиталистов воспитать, ну у многих такая идея, учебник подписывается, уничтожение всего русского, славянского, ну древности всякой нашей, для того, чтобы всех сделать такими международными товарищами, которые вот все одинаково, толерастию там вести, но вместе толерастию и все остальное. Вот, поэтому может быть как-то рассмотреть и нашим радиослушателям донести, а что мы хотим давать в образование, на какой основе это образование будет строиться, что это, анархизм, анархизм, феодализм, еще что-то, коммунизм, социализм, куда, какая цель наша, куда мы будем этих образованных людей направлять, ведь само образование, оно, это, конечно, здорово, но это всего лишь инструментарий, в какую сторону будем двигаться? Смотрите, давайте тогда сначала коснемся того, какая все-таки методика, да, вот и само мироздание, и сама вседержительность, она обладает настолько огромной информационной базой, вот в которой мы живем, что, наверное, можно смело сказать о том, что вседержитель каждого человека, каждого индивида ведет своим жизненным путем, поэтому ни в коем случае, ни в коем случае нельзя там доказывать человеку, что какая-то система плохая, какая-то система хорошая, вот на питерском международном экономическом форуме Путин рассказывал во второй своей половине, во второй половине этой передачи, он рассказывал о том, что Китай, Индия и Россия объединились, несмотря на все противоречия в религии, несмотря на все интересы различные, они смогли договориться, допустим, он приводит пример, что 40 лет они договаривались по границам, да, можно критиковать, там, где-то уступили, где-то Китай уступил, но тем не менее не было войны, но тем не менее не было смертей, да, были попытки, но войны не было глобальной между Китаем и Россией, а там вполне, я думаю, страновые элиты США постарались бы это сделать, если бы неэффективное было бы российское управление, поэтому здесь необходимо все-таки идти к общему результату какому-то, и общий этот результат это смелое объявление о том, что с каждым человеком, с каждой психикой работает вседержитель, работает ноосфера, работает иерархически высшее объемлющее управление, работает мироздание, поэтому вот чего там ведет куда человека это вседержитель и мироздание, пожалуйста, идите этой дорогой, никто не против, есть язык жизненных обстоятельств, слушайте его и несомненно он вас приведет туда, куда необходимо, только необходимо делать правильные выводы в момент следования за этой информацией, которая приходит в психику. Самая же главная наша задача на сегодняшний день найти контакт с ноосферой, то есть он и так существует этот контакт, это обмен информацией психика ноосфера, но тем не менее, если мы предполагаем, что к 2045 году, как объявляют некоторые ученые, наступит технологическая сингулярность, это когда человек-машина с чипом биороботом он будет гораздо эффективнее, чем там обычный человек, который на сегодняшний день проживает в социуме, то мироздание должно отреагировать тем, что должны быть раскрыты дополнительные возможности в психике человека биологического характера, то есть мироздание не должно опаздывать за прогрессом технологическим. И вот когда это произойдет, нам необходимо понимать это, знать это и контролировать эти вопросы и прежде всего научиться взаимодействовать с ноосферой в полном объеме, как это делает пророческая психика Мухаммада, как это делала пророческая психика Иисуса. Понимаете, о чем я, да, Алексей? Ну, я так понимать-то понимаю, только для уточнения еще такой вопрос к тебе. Скажи, значит, нам сулят то, что мы или наши дети, а уж внуки точно, будут уже жить с чипами, по сути, будут биороботами, более, может быть, интеллектуальными, более мощными, вычислительными машинами, находящимися в физическом теле. И в этом случае все станет очень хорошо и замечательно. Правильно я тебя понимаю? Нет. Ну, в смысле, ты понимаешь правильно их планы. Но вот именно все станет хорошо и замечательно далеко не так. Значит, обрати внимание, для того, чтобы для себя организовать определенное качественное управление, глобальный предликтор повлиял на систему образования. Эта система образования сформировала идиотическую клиповую калейдоскопичную психику, которая живет случайно, без всяких там каких-то управленческих информаций по поводу общества, как оно управляется, биосферы, взаимосвязанных процессов и так далее. Поэтому, когда сегодня ученые из Google и, ну, это все с подачи глобального предликтора формируют некую модель биоробота, которая будет управляться при помощи чипа биологического либо там какого-то еще, то есть при помощи стимулятора, который будет выявлять какие-то процессы в психике, то они надеются, что естественный отбор уберет большую часть населения как ненужных природе, которые не слышат то, чего надо биосфере Земли. То есть, несомненно, мы сегодня по их мнению перешли ту грань, когда биосфера Земли включила против нас режим уничтожения, то есть режим предупреждения. На сегодняшний день все катастрофы усилились на 20-30% по отношению к человеку. И человек действительно влияет, у него такой тренд, скажем так, положительный, он влияет на процессы биосферы очень серьезно, начиная от загрязнения океанов и так далее. Другое дело, можем ли мы повлиять на это, либо не можем, но глобальный предликтор считает, что не можем, потому что он формирует систему образования, формирует психику. И он очень надеется, что вот человек с чипом, как правильно сказать, человек с психикой, человек с биологическим чипом, либо вообще с чипом, устроит мироздание, что оно просто за ненадобностью каким-то образом уберет остальное поголовье людей, которые существуют. И они также говорят о том в этих статьях, что естественный отбор не будет успевать за этими процессами. То есть технологии развития биологических стимуляторов чипов будут идти быстрее, чем будет идти насыщение психикой и управленческой информацией через биологические пути. То есть родился ребенок, допустим, индиго, который устраивает мироздание и он опережает допустим вот тот вот чип. Но через год выпустили другой чип. который теперь еще круче. В три раза может больше получать информацию с наосферы Земли и в три раза быстрее реагировать на потребности биосферы Земли. Но тут кстати и просматривается применение климатического оружия. Поэтому допустим Дональд Трамп он реально стоит на вилке. Вот на сегодняшний день что бы он ни делал вышел он с Парижского соглашения либо не вышел с Парижского соглашения. Его страна обречена на развал на погашение на упадок экономики и так далее. Она обречена. Потому что если он не вышел с Парижского соглашения то есть остался в нем в любом случае он должен найти сейчас кучу средств он должен сейчас устроить людей куда-то то есть он эти проблемы решить не в состоянии он об этом открыто говорит он говорит климатические все вот эти вот подоплеки Парижское соглашение это афера которая там предназначена специально для того чтобы убрать с пьедестала США вслед за США сразу же уйдет с пьедестала Европа а вслед за этим просматривается тенденция того что в Европу переедут на сегодняшний день как сказал Владимир Владимирович буквально в течение ближайшего времени несколько миллионов мигрантов почти вся Африка туда может переехать эти вопросы Европа тоже никак не решит и поэтому когда Трамп остался в Парижском соглашении он тогда вступил в прямой конфликт с глобальным преддиктором по причине того что он будет продолжать выбросы в атмосферу он будет все равно продолжать с ними спорить его сразу же вызвали на ковер там по-моему с 3 или 5 июня было заседание Бильдербергского клуба где его тестировали что он делает зачем он это делает и тут уже открывается вопрос применения климатического оружия глобальным преддиктором в США для того чтобы просто смело всю ответственность на эти процессы на Трампа подложить и все то есть Трамп же выбрасывает в атмосферу кучу всяких газов да Трамп выбрасывает ну вот пожалуйста тебе ураган который там снес половину США либо калифорнийские пляжи вы знаете ролики которые запустил запустила пресса это и Нью-Йорк в воде смотрели эти ролики да полностью весь Нью-Йорк в воде замечательно сделанный фотошопом ролик качественный все плавает светофоры горят все хорошо но тем не менее народа там нет он не живет либо там сообщение о том что через 3-5 лет абсолютно все калифорнийские пляжи будут затоплены то есть уровень воды поднимется там достаточно большое время либо допустим сообщение швейцарских сайтов о том что если температура поднимется на полтора градуса то каждый год на планете Земля от этого явления будет погибать 350 миллионов человек вот скажите мне какая война способна такие жертвы нести а то что они будут применять климатическое оружие в ближайшие 10 лет это 100% и они для этого сейчас накачивают матрицу что все вот мы природу дарили до этого но Путин же правильно сказал он сказал мы не ощущаем этого в России у нас сегодня снег был мокрый в Москве 2 июня и можем ли мы на эти процессы повлиять не можем а можем ли проверить разлило там Бритиш Петролиум нефть я вот говорил все время можем ли мы это проверить либо не можем вот как это проверить либо это фейк запущенный иностранной прессы либо действительно там это все разлилось либо просто замедлили течение гольдстрима для того чтобы спровоцировать движение элит либо действительно этот Йеллоустоун никогда не взорвется а это просто пугает калифорнийская плотина тот же соус то есть все глобальный преликтор работает через страхи но тем не менее он в своих целях добивается успешно поэтому если мы это явление не поймем не изучим его то мы тогда не разберемся вообще в глобальном управлении я хотел уточнить не является ли те котовые клизмы которые сейчас все чаще и чаще происходят как раз возражением системы против того чтобы создавались эти биороботы с умными всякими чипами может быть как раз идет предупреждение ребята вы не туда лезете вы останьтесь человеками остановитесь человеком без всяких там компьютеров электрошечек в мозгах и все у вас будет хорошо и тогда земля начнет с вами нормально взаимодействовать как и вы с землей а так вы себя в биороботов превращаете и это кому-то не очень нравится может быть на это обратить внимание конечно но у нас общие задачи вот мы допустим сформировали группу образовательную и мы готовы в группе заниматься со всеми людьми с абсолютно разными религиями мы изучаем науки глобального управления мы изучаем географию мы изучаем экономику мы изучаем глобальный исторический процесс мы изучаем воздействие религии на психику мы изучаем математику мы изучаем достаточно еще теорию управления пожалуйста приходите то есть надо необходимо объединяться и идти в область саморазвития вот куда ведет вас там внутренний ваш голос туда и надо идти вот там допустим вы спрашивали какая методика я не буду навязывать вы не думаете что я там какой-то сумасшедший сейчас буду вам говорить только доту либо только веды либо что-то еще каждого человека ведет вседержительность и вся реакция на его шаги он выражается у этого человека на языке жизненных обстоятельств если человеку хорошо значит он там должен быть в этом проект в этом процессе конечно вот то есть отвечаю на ваш вопрос конечно мироздание хочет видеть биологического человека без чипа просветленного который будет понимать процессы происходящие в биосфере взаимосвязи между ними который будет очень быстро реагировать на требования мироздания на помощь которая нужна для мироздания ведь в конце концов есть же глобальный смысл существования человека и человечества это же не просто купить мерседес выбрать себе красивую жену и пить вот то вот крутое пиво за 200 рублей в полке это же не есть смысл существования человечества я думаю что понять вот этот смысл существования человечества человечества, всемирия всего и так далее, может только тот, кто понимает смысл своей жизни и для чего он здесь на земле, как ты думаешь? А это личная, индивидуальная беседа с Творцом, я же вот это и говорю. То есть, если тебе хорошо, если ты ощущаешь духовный подъем, значит, ты делаешь правильные вещи. Если у тебя в жизни ничего-то не получается, если у тебя какие-то проблемы в семье, то есть, язык жизненных обстоятельств подсказывает, что ты делаешь что-то не так. Эта вещь объемлющая, она стоит над религиями, над этиками, она просто вот бытовая, то есть, ты ее никак не обогнешь. Я тебя понял. По этой причине просто вот если комфортно, если хорошо, если чувствуешь духовный подъем, если чувствуешь приходящие силы, если у тебя все получится, пожалуйста, мы рады всегда таких людей видеть, и не важно, нам не важно какой человек и откуда он пришел к нам. К нам ваш человек сел за парту и изучал процессы, происходящие в мироздании. Я понял. Вот смотри, сейчас можно, конечно, так некоторые скажут черный юмор, но надо же иногда до абсурда, может быть, довести что-то, чтобы разобраться. Вот есть такой прием, да, доведение до абсурда, чтобы разобраться. Вот, например, палач, хорошо выполняющий свою работу, он счастливый человек, он бошки рубит творчески, он не устает и дает ему силы, он получает наслаждение, он развивается, у него духовный подъем, ну и так далее, и тому подобное. Вот если будут приходить такие друзья, которые получают радость от того, что они делают вот в этом направлении, они тоже сядут за парту, они тоже управленцами будут становиться? Или здесь какой-то есть избирательный ценз, может быть, взгляд? Люди, смотрите, Алексей, я, честно вам скажу, я таких людей не видел. То есть, если человек какие-то делает противоправные для мироздания вещи, то он получает мгновенно, у него куча проблем, и это видно всегда. То есть, если он действительно приходит с какими-то проблемами, но мы же не можем отталкивать, правильно? Я вот только что говорил, что, если есть ребенок, живущий в Новосибирске, который проявляет интерес к управлению, к наукам, и он хочет приехать, но у него бедные родители, он себе не может позволить, мы тогда как-то должны эти вопросы решать вместе. То есть, мы должны таких детей, детям помогать. И если, к примеру, человек, который заблудился в этой жизни, он приходит к вам и садится за парту, и хочет понять, почему он получает от жизни какие-то вот такие вот несправедливые, на его взгляд, процессы, происходящие у этого сдаяния, то он может разобраться, но мы не разбираемся там, кто к нам пришел, какая у него личная жизнь. Пришел человек, он занимается, и отлично пусть занимается. В любом случае, значит, его сюда привела вседержительность, значит, он хочет разобраться в происходящих процессах, значит, он ищет ответы, и это очень хорошо. Его путевый ум довел его до какой-то... Возможно, он, поняв там какие-то процессы в момент обучения, поймет, чего-то другое надо, необходимое для него. Мы же не знаем алгоритмики всех преобразований в его психике. Ну, допустим, какое-то слово Валентина Борисовича повлияет на него так, что он скажет, ну, все, я все понял, мне надо жениться, да? Ну, понимаете, да, я шучу, конечно, но тем не менее. И он, к примеру, уйдет. Но это тоже хорошо. У каждого человека свои цели, у каждого человека своя жизнь, своя матрица, и он в ней живет, он идет в ней, пытается разобраться. Мы хотим блага нашей стране, мы хотим видеть здоровое, не пьющее, трезвое общество, не употребляющее наркотиков, мы хотим видеть концептуально грамотный народ, и мы из любого человека будем стараться это делать. Я сам вам могу сказать, что 10 лет назад я и выпивал, и курил, и поэтому, если бы там вы со мной встретились 10 лет назад, к примеру, где-нибудь в Донецке, я бы вам рассказал бы, в чем смысл жизни, вы бы удивились. На сегодняшний день, вот 10 лет прошло, я абсолютно другой человек, я не пью, я не курю, я занимаюсь каждый день по 150-200 страниц, читаю, изучаю Доту, я готовлюсь к лекциям, я пытаюсь организовать образовательные проекты, и для меня это важно, и я чувствую поддержку вседержителя в этих вопросах, всегда за своей спиной я чувствую его поддержку. Хорошо, идем дальше. Вячеслав Вседобрейший из Ютуба, из Реплика. Буквально 3 часа назад слушал лекции Четверяковой и Фурсова, и тут как раз эфир по теме, прям визуализация мысли, а если честно, единственное, что остается, самообразование. Абсолютно, согласен Вячеслав с вами. На самом деле, вот это надо искренне понимать, и надо понимать, что не впустят нас туда, не получится такого, что, допустим, Ольга Васильева завтра объявит, что, допустим, достаточно общая теория управления должна войти во все школы, она должна преподаваться, подготовить там управленческий, преподавательский состав и так далее, либо, допустим, в институты хотя бы какие-то выборочные. Необходимо самим организовываться, самим заниматься саморазвитием и изучать материалы, которые будут делать из вас высоконравственного, управленческий, грамотного человека. Ведь на самом деле, доту она никому не мешает, там она не противоречит никакой религии, она не противоречит никакой этике, ни ведом, ни славянским направлениям, ни мусульманским направлениям. Она находит язык общения, то есть она достаточно общая теория управления, потому что она объединяет все науки, все течения, все конфессии, и она показывает главное, несостоятельность сегодняшнего управленческого кадрового корпуса любой страны. Поэтому я смело могу говорить, можно ее брать и изучать. Там нет ничего пугающего, ничего противоестественного. Понятно. Так, дальше. Аркоинон, вопрос эфир. Доброго здравия, Сергей и Алексей. Изредка смотрю новые российские фильмы, обычно вечером, а потом во сне возникают сцены из фильма или вариации на подобные темы. Это только у меня такая впечатлительность? Или все же в современных фильмах применяются психопрограммы для программирования людей в обход их сознания? Как избежать в таком случае манипулирования сознанием? Очень хороший вопрос. Спасибо вам, Аркоинон, большое. Вот смотрите. Вы сейчас обозначили, что после просмотра фильма, вы ложась спать, обнаруживаете у себя какие-то явления, которые на втором и третьем смысловом ряду заставляют... Я могу сказать, что это с бессознательных уровней психики поступление в ваше сознание определенной информации, для чего предназначен этот фильм. То есть это определенное требование к действию. То есть вы на уровень сознания получаете информацию, которая была в этот фильм запущена. Конечно же можно на это влиять. Для этого надо разобраться в процессах, происходящих вокруг вас, в процессах, происходящих в мироздании. Если вы будете сразу на ранней стадии, я вот смотрю на сегодняшний день любой фильм, он, дракон, сразу я выявляю ту тенденцию, тот второй смысловый ряд, который унесет фильм, и мне уже, наверное, на протяжении двух лет такие сны не снятся. Потому что я сразу его обнаруживаю, этот поток, который мне пытаются внедрить в бессознательном уровне психики для того, чтобы я, допустим, через год поддержал какой-либо законопроект по ювенальной юстиции, либо сказал бы кому-то, да, это так, надо бороться с терроризмом, и давайте мы теперь всем ставим чипы, и так далее. То есть в любом случае глобальное управление проходит на вторых смысловых рядах. Вы совершенно правильно заметили. Избежать это можно только при помощи саморазвития. То есть когда вы начнете понимать процессы, происходящие в мироздании, процессы, происходящие в кинематографе, для чего вам это показывают? Ну вот разведданные очень часто показывают. Мы до сих пор, никто не открыл понимание того, что это был за ураган 29-30 мая в Москве. Ну да, 11 погибло, сообщили. Пирамида голода рухнула, ура, мы победили. Мне это напоминает сцену из фильма «Фараон» Болеслава Прусса, по роману Болеслава Прусса, польский фильм, где 11-й эрофанд Херхор заставил своих подчиненных спровоцировать нападение на храм в полдень, для того, чтобы это нападение совпало с солнечным затмением. И он ловко, стоя на стенке этого храма, зреческого, заставил людей поверить в то, что на все население Египта разозлились боги. Все упали на колени. Вместо того, чтобы штурмовать храм и забрать желто у этого, это и есть глобальный предиктор, да, вот это явление, глобальный предиктор, оно оттуда родилось. Все упали на колени, поверили в то, что бог на них разозлился, и ерофанд потом за них попросил прощения, и все там встали, и побежали опять заниматься своими делами, кто в армию, кто хлеб делать, кто куда-то. То есть, зреческое управление осталось непоколебимо. Сумели они такую ловко стебнуть. Поэтому здесь тоже розыгрыш. Во-первых, глобальный предиктор показывает, что он готов применять климатическое оружие. Вот это вот явление, которое происходило в Москве, это именно и есть применение климатического оружия, которое на сегодняшний день готово, его могут применять. И это показали всем страновым элитам, всем непослушным, всем американцам, любым, любым, всем, кто желает понимать, пожалуйста, на нем мы можем его применять. Почему его сделали 29-30-го, мы буквально завтра с ним разве данные, расскажем там целая матрица, которая, собственно говоря, внедряется. Как это избежать? Холодный рассудок, саморазвитие и, в частности, вы сможете видеть второй смысловой ряд фильмов, которые несут какие-то действия, нарушающие государственность России. Ну, допустим, допустим, если там взять, к примеру, ситуацию с Навальным, ведь не все же понимают, для чего предназначен Навальный. Конечно же, он говорит правильные вещи. Конечно же, его готовили для этого. Конечно же, он пользуется огрехами системы, в которой работают сегодня настоящие управленцы. Конечно же, он пользуется этим. Я сейчас не защищаю Усманова, ни в коем случае, или там какой-то олигархат. Я защищаю государственность. Я защищаю свою страну. Мне не нужна вторая Украина. Я был в Донецке. Мы в Донецке 15 лет прожили. Я знаю, что такое война. Я знаю, что такое сумасшедшие люди, которые призывают топать ногами, хлопать руками, а потом все это выливается в настоящее убийство и зверство. Поэтому второй смысловой ряд, он выявляется, и очень легко. Между прочим, есть такая же технология, когда, к примеру, ты не можешь сразу выявить из потока фильма второй смысловый ряд. Ты можешь, к примеру, понаблюдать за собой. Есть такое явление, понаблюдать за собой со стороны. Постараться со стороны понаблюдать, чего происходит в твоей психике. Именно понаблюдать это явление и определить, что несет фильм. Это очень интересно. Именно для тебя. То есть, поскольку твое сознание, оно индивидуально, его формировала среда и система образования, проблемы, которые ты испытывал в детстве, в юношестве, первые встречи, первая любовь, первый, не знаю, алкоголь. Все это были стрессы, стрессы, стрессы. Они наложили какие-то отпечатки на восприятие информации. И вот ты, допустим, если ты будешь сидеть с пятю со своими друзьями, вроде бы понимающие друг друга, вы по-разному поймете явление этого фильма. Но, тем не менее, оно должно нести какой-то общий, общая какую-то одну мысль, какую-то одну новость. То есть, вот очень полезно бы, допустим, с друзьями созвониться. Какой осадок после фильма? Какое послевкусие, как говорят, виноделы? Оставил там фильм, допустим, второй смысловый ряд этого кинематографа. И выявить, там, у меня вот такой, у меня такой. И вот посидеть там вместе, подумать, выявить главный посыл этого кино. Это тоже очень легко делается. Вообще, надо понимать, что действительно управление происходит на бессознательных уровнях психики. И пора бы уже нашему населению, особенно молодежи, научиться эти вещи выявлять. Ведь если, допустим, вы на уровень сознания научимся, мы, все население, особенно молодежь, научиться выявлять вообще управленческие любые воздействия на психику, мы будем разрушать все абсолютно планы, которые сегодня есть глобальных лиц. Вот абсолютно все. Потому что именно ваше обозначение для мироздания хорошо либо плохо является оценкой качества управления жреческой командой. Алексей, понимаешь, о чем я говорю, да? Да, я понимаю, понимаю. Именно оценка народа, когда, допустим, народ увидел программу и говорит, нет, это плохо, мы такого не хотим. Все, значит, глобальный предиктор плохо управляет. Именно по этой причине все происходит в обход сознания. Потому что никто не хочет страдать. А когда вы воспитали психику при помощи современной системы образования с определенными огрехами, потом вы в эту психику на бессознательных уровнях психики внедряет в себе определенную информацию, психика ее не распознает, и потом она почему-то начинает там громить магазины, я не знаю, выпивать спиртное. Ну, вроде бы, ты же сам все делаешь. Тебя никто не заставляет это делать. А потом оказывается, что это было бессознательное воздействие на психику. Это очень интересная тема. Ей очень интересно заниматься. Хорошая. Продолжение слушайте в следующей части.